Уже завтра сотни барнаульцев и гостей города совершат ежегодный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». Старты посвящены самому светлому и великому дню 9 мая. Какую дистанцию предстоит преодолеть участникам и всем ли можно бежать без вреда для здоровья? Об этом поговорим с гостем в студии Александром Богумилом, председателем клуба любителей бега «Восток». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде расскажите про ваш клуб. Когда он был создан? Кто в его составе? Наш клуб создан в 1987 году. То есть ему в этом году исполнится 32 года. Это действительно один из самых старейших таких клубов не только в беге, но и вообще в спорте Барнаула. Создан он при СКБ «Восток», это радиозавод. Создавал его Владимир Спиридонович Котов, к сожалению, сейчас ушедший. И все вот эти 30 с лишним лет мы занимаемся бегом, бегом спортивным, частично и оздоровительным. Но в основном все равно у нас в клубе в составе бывшие спортсмены и настоящие спортсмены. То есть фактически все возрасты присутствуют. То есть старейший бегун у нас Юрий Ильич Савенков, 80-летний. Ну, а самыми младшими являются дети, наши внуки, даже правнуки, 6-7-летние. Слушайте, а сколько всего в составе человек? Больше 100 человек сейчас. Хорошо, а как в клуб попасть? Нужно быть бывшим спортсменом или можно и так с улицы прийти? Приходят и с улицы, но дело в том, что в последнее время существует тенденция, что вот как в соцсетях записываются друзья, некоторые думают, что можно и в клуб так вступить. Нет, мы выдерживаем желающих, то есть ставим условия, чтобы они походили вначале, пообщались, побегали на наших соревнованиях. А соревнования у нас фактически каждый месяц и чаще даже летом. То есть когда человек пройдет годовой приблизительно испытательный срок, поучаствует в мероприятиях, мы видим, что мы соответствуем его ожиданиям, и он соответствует нашим требованиям, прежде всего человеческим. Тогда мы человека включаем в клуб. Ну вот клуб называется «Любители», то есть получается и все соревнования, которые вы проводите, тоже любительского уровня или все же нет? В принципе «любитель» это довольно широкое слово. И у нас есть бегуны, например, как Андрей Дерксон. Это легендарная личность, это единственный в России человек, который трижды побеждал один из самых тяжелых многодневных марафонов, песчаный марафон Марокко, трижды побеждал. Но он при этом является и любителем, и вот ему уже давно за 50, а он у нас бегает. То есть мы относимся к слову широко. Но есть ребята-чемпионы и России, и региональных соревнований весьма серьезного уровня. Например, сейчас вот очень популярен трейл в России. Ну он и в мире популярен, но и в России. Вот у нас болтовский Эдуард сейчас в рейтинге лучших трейлранеров в Сибири находится на первом месте. Что такое трейлайн, как вы сказали? Трейл – это бег по бездорожью, бег по природному ландшафту, когда нет подготовленных трасс. То есть бежишь по конским звериным тропам, слегка размеченным по навигатору. И вот Денис Бахтинов, например, он второй в Сибири. То есть вот такие у нас любители есть. При этом присутствуют действительно настоящие любители, которые только осваивают бег в той или иной плоскости. Бег многогранен, стадионный, шоссейный, кроссовый. И вот трейлранинг, и также есть еще скайранинг. То есть это бег на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Это разновидность альпинизма. Вот у нас тот же Эдуард Болтовский, он призер Кубка России именно в скайранинге. Хорошо, давайте вернемся все же к кольцу победы. Пробег не по бездорожью, а по Ленинскому проспекту. Знаю, что раньше трасса была значительно длиннее, да? Да, история по пробегу 9 мая, она очень давняя. И я, например, с 1974 года 18-летним пацаном, можно еще сказать, принял впервые участие в пробеге на 20 километров. Проходил забег с площади Победы по улице Фомина, мимо телецентра, до Южного и обратно. Это был самый массовый и самый такой красочный пробег, ну вообще считаю, в истории Алтайского края. Когда приезжали, это проводило общество «Урожай», и каждый район Алтайского края считал своим долгом послать делегацию целую. И бежали, можно сказать, сотни спортсменов со всех районов. И вот мне посчастливилось два раза выигрывать эти соревнования, чем я очень горд. Вот. И потом плавно, со временем, пробег стал кольцом Победы и стал проводиться на проспекте Ленина. Подожди, с тех пор вы ни разу не пропускали этих забегов? Я пропускал, почему? В силу житейских обстоятельств. Ну, только что. Да. Вот. Но последние годы... Ну вот наш клуб точно не пропускал с того времени, как он сформировался. Вот. И этот пробег никогда не пропускает. Он у нас в календаре, вот, один из самых престижных. Какая будет трасса нынче? Ну, трасса традиционная, с площади Советов старт вниз в сторону речного вокзала, поворот на улице Никитина вверх до площади Октября, разворот. Для мужчин 10 километров, значит, два круга. Для женщин 5 километров, один круг. Ну, плюс детские забеги в пределах двух километров, значит, там, по-моему, от улицы, с площади Советов до улицы Димитрова, и на Октябрьскую, и назад. И движение на это время будет перекрыто. Да, полностью перекрыто, да-да-да. Раньше даже движение не перекрывали, да? Да, раньше не перекрывали движение. Какой-нибудь мотоциклист бежит, едет впереди тебя и пыхтит, и вот мы так вот жили. Действительно, насколько полезно, ну, или как бы не вредно, что ли, так, бежать по Ленинскому проспекту? Ведь если сейчас движение перекрывает, ну, лишь на время, экология-то какая? Ну, у нас, я считаю, в Барноле не такая уж плохая экология, и пробег протяженностью в час никакого ущерба для здоровья не принесет. И, ну, соревнования – это не всегда оздоровительный бег, и здесь другие эмоции. Да-да, я с вами согласна. И, в общем, я считаю, вреда большого нет, поскольку, ну, вот в Пекинский марафон, например, проводится, там сплошной смог, а у нас ветер, чисто, хорошо, когда движение закрытое даже полчаса, все выдувается, все отлично. А всем ли можно бежать? Или есть какие-то ограничения? Я именно про Кольцо Победы, не в целом про бег говорю. Будут ли какие-то медицинские пункты работать? Вдруг человеку плохо, а он вот тут хочет, и все. Ну, во-первых, допускаются на дистанции 5-10 километров только по разрешению врача, справки специальные. Ну, то есть каждый, кто придет на этот забег, должен при себе справку иметь. Да, пройти регистрацию соответствующую. Если ты не имеешь допуска врача, то тебя просто не допустят. Вот детям, насколько я понимаю, разрешается просто пробежать без справок, но эта дистанция в пределах 2 километров, не больше. А все, кто бежит на 5-10 километров, только с разрешения врача. Хорошо. А как определяться, победители будут? Вот вам сейчас 63. 63, да. Будут и дети 6-летние. Они между собой будут соревноваться? Вы в своем возрасте? Да, дети, они бегут в детском забеге, а взрослые бегут во взрослых забегах. В свое время по инициативе клуба «Восток» придумана система возрастного гандикапа, то есть стартуют первыми более старшие, более возрастные спортсмены, например, группа 80-85 лет. Затем с интервалом в 5 лет более молодые. В 5 минут, да, интервал? Нет, интервал, там специально рассчитан рейтинг. Сказали, в 5 лет интервал. Интервал в 5 лет. Вы не оговорились, да? Да, да, не в 5 минут, а в 5 лет, я тогда слышался. И более молодые догоняют более старших. Кто финишировал первый, тот и стал первым. Все просто. И вот, если я не ошибаюсь, в прошлом году вас все же опередил помоложе участник Егор Галкин из спид-университета, да? Да, но это и неудивительно. Обычно молодые и выигрывают в таких состязаниях, потому что они молодые, и Ганди Кап, он доступный, он рассчитан. Есть специальная международная возрастная таблица, которая приводит вот к таким вот отставаниям на старте. Поэтому разумно, что они обгоняют. У нас из клуба в истории вот за все годы раза 2-3 только ветераны попадали в тройку. Это вот Валентин Казанцев, Андрей Дерсон, ну и я. Остальные не попадали в тройку. Поэтому вообще престижно попасть в десятку на таких соревнованиях. Ну вот нынче как вы намерены? Все же первым прибежать, естественно? Ну я как? Или в данном случае не победа, а участие? Да, я считаю как? Что я буду выкладываться в полную силу, а как получится, так получится. Но мне было все равно приятно. Вот на днях мы проводили соревнования, и ко мне подошел один из лучших стайеров Алтайского края, Виталий Пивоваров, который в прошлом году не догнал меня. И вот он прямо сказал, что он будет готовиться, чтобы меня обогнать. Но мне приятно, что он считает меня конкурентом. Ну у нас вообще очень сильные в Алтайском крае стайеры. Вот тот же Егор Галкин, вот Пивоваров и ряд других. Если они приедут и сочтут возможным принять участие, то борьба будет очень сильной. Поэтому моя задача отдать все силы, а что получится, то получится. Вы сказали, что в вашем клубе вот именно этот забег, он в числе приоритетных, ну значимых и важных. Когда вы бежите, то есть получается, действительно чувствуете, что отдаете дань памяти, что ли? Или это все же просто соревнование? Нет, просто соревнованием это не назовешь, потому что мы воспитаны так. Но если я родился в 1955 году, 10 лет, как прошла война, и мой отец военный летчик прошел всю войну, то, естественно, я не могу так бежать просто. Давайте немножко поговорим о людях, которые вдруг соберутся после нашего с вами интервью заняться бегом. С чего лучше всего начать? Стоит прям сразу выйти на аллейку и побежал. Ну, действительно, надо начать прежде всего. Во-вторых, познакомиться, что это за спорт. И, во-вторых, определиться для себя, а что ты хочешь. Просто улучшить свое здоровье или принимать участие в каких-то соревнованиях или массовых каких-то забегах. Давайте предположим, для здоровья. Для здоровья. Ну, просто начать, познакомиться. Желательно найти товарища или знакомого, который уже занимается этими. А у нас их много в городе в том числе. И получить какие-то первые знания, как это делать, как себя нагружать. Вот, чередовать там ходьбу, бег. Ну, то есть не пытаться, как бы, слишком резко этим заниматься. Потому что бег достаточно жесткое упражнение и воздействует на сердце, на весь организм. А польза-то? Польза какая? Стресс, понятно. Польза будет, когда ты плавно, постепенно будешь вовлекаться в это дело. То ты получишь пользу и как для здоровья, так и для психики. Конкретно умиротворение определенное. То есть тут это целое мировоззрение, бег. И потом человек плавно, когда входит в этот мир, он постепенно определяет для себя, нужны ли ему состязания или просто вот соприкосновения. Вот как на кольце победы же не все будут выигрывать, а просто пробежал, сопричастность проявил в такой форме. Ну, тоже прекрасно. Слушайте, мне еще кажется, что бег такой достаточно бюджетный вариант спорта, когда не нужно тебе много денег на клюшку или на мяч. Конечно. Трусы, кеды, там майкой побежал. Или все же есть какие-то вот грани в этом вопросе? Для начала так и есть. Это очень бюджетно и можно бегать чуть ли не в ботинках. Я вспоминаю свою молодость, когда мы покупали китайские кеды и обрезали там с Алексеем Савиных, это мастер спорта по марафону, мой друг. И чтобы облегчали эти кеды, обрезая лишнюю резину и бегали. И прекрасно мы себя чувствовали. Потом было время, когда мы из шиповок умельцев клеили подошву и были кроссовки. Причем бежали мы очень быстро в то время. А сейчас такой богатый ассортимент, причем бюджетные деньги. Ну, в общем, было бы желание, все верно же? Да, только желание, да, и все. Давайте в завершении нашей беседы, очень мало времени осталось, еще раз пригласим, если вдруг кто-то решил присоединиться к Кольцу Победы. Напомним, где, когда, во сколько сбор? Кольцо Победы будет стартовать с площади Советов, центральной площади города. Будет какой-то организованный пункт? В 11 часов, да, там организованы, люди стоят, все, будет музыка играть, танцы и все остальное. Они не ошибутся в локализации старта. С 11 часов регистрация у медиков, у организаторов. Старт будет в час 15, насколько я знаю, всех забегов по очереди. Приглашаем всех желающих, кому позволяет здоровье. И на этом давайте ставим точку. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Богумил, председатель Клуба любителей «Бега Восток». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok